Конечно, если бы мы побеждали в ходе специальной военной операции, у нас были бы серьезные успехи, то, во-первых, Азербайджан бы так бы нагло себя не вел, я думаю. И, во-вторых, вот эти аргументы, что интересами Армении можно пожертвовать, вот эти аргументы, они бы не легли на благоприятную почву. Так испортить отношения с Арменией, как они сейчас это сделали за последние несколько лет, это надо уметь, такой вред нанести. Эти аргументы, собственно, против российских интересов работают, потому что надо видеть долгосрочную перспективу. Долгосрочная перспектива состоит в том, что Армения наш союзник, что там наша база базируется, что Азербайджан пытается использовать нынешнюю ситуацию для того, чтобы отжать как можно больше для себя. Агент Лондона Алиев никогда не будет работать в российских интересах. Это совершенно очевидно. Россия поставляла оружие и думала, что Азербайджан будет подконтрольный. Надо восстановить паритет военных сил. Иначе Азербайджан продолжит попытки силовым способом решать вопросы. И, в общем, это в конце концов приведет к конфликту и с российским миротворческим контингентом, и с российской военной базой в Армении, что нам совершенно сейчас недопустимо вообще. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, что остаетесь с нами. Сегодня будем общаться с доктором политических наук и экспертом по военно-политическим вопросам с Михаилом Александровым. Михаил Владимирович, добрый день. Спасибо, что уделили нам время. Вот сегодня, например, вот сегодня мы с вами общаемся, вот еще несколько дней, в Азербайджане отмечается день, как они называют, геноцидов Худжалы. Они называют это резнёй, они называют это геноцидом, в общем, как только они это не называют. Вот, скажите, пожалуйста, а вот каково мнение людей, смотрящих со стороны, ни армян и ни азербайджан, все-таки как это реально можно назвать, вот на ваш взгляд, вот то, что там происходило? Ну, честно говоря, это малоизвестный эпизод такой, где ситуация для постороннего наблюдателя, вот в частности для меня, хоть я и Нагорно-Карабахской проблемой давно занимаюсь, довольно туманная ситуация, что там на самом деле произошло. Вот, а я думаю, большинство, так сказать, людей в России вообще не слышало об этом. И тот, кто вот специально не занимался Карабахским конфликтом, он даже не знает, что это такое. Ну, Худжалы и Худжалы. Ну, тот факт, что азербайджанская страна постоянно вот эту тему раскручивает, раскручивает, это может играть какую-то роль. Ну, вот такой непосвященный человек в России сказал, да, вот что-то там в Худжалы было, ну, наверное, действительно какие-то преступления со стороны армянских войск и так далее, хотя никто ничего не знает, понимаете, что ли. Вот, в отличие, конечно, от событий в Сумгаите и в Баку в советский период, где мы все видели, я лично еще вот достаточно старшего возраста человек, ну, я помню, вот, как эти бедные армяне приезжали в Москву, там, беженцы, ну, вот, из этих мест. Я встречал армян-беженцев из Сумгаита в Нагорном Карабахе, которые туда бежали. Вот, так что были люди, которые реально принимали участие в операции в Баку по подавлению этого народного фронта азербайджана. Вот, так что это известные вещи, многие об этом еще даже вот реально помнят. А вот что такое Худжалы, ну, извините, тут туманный какой-то вопрос. Знаете, что интересно, вот вы работали в МГИМО, и еще лет этак 200 назад одними из тех людей, которые, в общем, сыграли определенную роль в создании МГИМО, были вот семья Лазарева. Я думаю, вы это лучше меня знаете. И так получилось, что, в общем, армяне определенную роль тоже сыграли вот в институте иностранных языков, который потом перерос, собственно, в МГИМО. Но сегодня, к сожалению, так получилось, что, исходя из вашей истории, вот печальной, к сожалению, что не так уж сильны там армяне оказались, а наоборот, сейчас место как бы заняли азербайджанцы. Ну, армяне упустили инициативу, что я могу сказать. Армяне расслабились, почивали на лаврах, считали, что победа 94-го года – это навечно, понимаете. Ну, вот так нельзя расслабляться, так нельзя расслабляться. И в итоге вот сейчас такая ситуация очень неблагоприятная сложилась и на внутрироссийском фронте, и, собственно говоря, на Карабахском фронте. Абсолютно согласен с вами. Но вы знаете, все-таки, если немножко углубиться в те события, которые произошли непосредственно с вами, вот вы говорите, что там азербайджанское лобби сыграло определенную роль в том, что, к сожалению, вас вынудили написать заявление и уйти. Все-таки, как вы считаете, азербайджанское ли это лобби, или все-таки это какая-то политика сверху по вопросу не нагнетать обстановку с Азербайджаном? Вы знаете, я не писал заявление, меня просто уволили. И об этом было объявление даже на сайте МГИМО, но, по-моему, до сих пор там висит, за что меня уволили. Хотя в трудовой книжке совершенно другое написано, что уволили за прыгну. Они придрались к тому, что я там вот дистанционно работаю, там какие-то часы у меня не соответствуют, посещаемость такой виртуальной, которую никто не соблюдает. Ну, вот и хороший повод, чтобы придраться, так сказать, написать. А в действительности они меня уволили, за что они написали на сайте МГИМО, что за такие вот выпады против Азербайджана, как они написали, за то, что это грубое искажение целей российской внешней политики и непрофессиональные заявления. Вот. Хотя их профессионализм, самих этих людей, он вызывает большие сомнения, потому что так испортить отношения с Арменией, как они сейчас это сделали за последние несколько лет, это надо уметь такой вред нанести. Вот. Но, как вы задали правильный вопрос, в чем суть? Про азербайджанское лобби или политика? Понимаете, эти вопросы, они взаимосвязаны. То есть, про азербайджанское лобби, естественно, используют политическую конъюнктуру и подыгрывают определенным настроениям во власти. А во власти какие настроения сейчас? Что вот, ну, мы завязли на Украине, мы второй фронт там не выдержим. Как мы будем, если сейчас азербайджанцы нападут на наших миротворцев, чего мы будем делать? И тут вот азербайджанское лобби предлагает простые решения. Ну, а что мы Армению защищаем? Какой от него толк для России? Ну, давайте мы сейчас сделаем вид, что ничего не происходит. Ну, а на союзник? Ну, такой союзник от него толку нет. Вот давайте мы сейчас, значит, это самое, не будем там помогать карабахцам. Лачинский коридор заблокировали. Ну, и ладно, мы там какое-нибудь продовольствие привезем, вот на машинах немножко, чтобы там люди уже совсем с голоду не померли, и все. А так будем делать вид, что ничего не происходит. То есть они очень грамотно так подыграли вот этим определенным настроением во власти. Понимаете, конечно, если бы мы побеждали в ходе специальной военной операции, у нас были бы серьезные успехи, то, во-первых, Азербайджан бы так бы нагло себя не вел, я думаю, да? И, во-вторых, вот эти вот аргументы, что там вот, так сказать, интересами Армении можно пожертвовать, вот эти аргументы, они бы не легли на благоприятную почву. А тут они легли на благоприятную почву. Но они, эти аргументы, собственно, против российских интересов работают. Потому что надо видеть долгосрочную перспективу, долгосрочную перспективу стоит в том, что Армения наш союзник, вот что там наша база базируется, что Азербайджан пытается использовать нынешнюю ситуацию для того, чтобы отжать как можно больше для себя, вот, и там полностью Карабах захватить, и еще, возможно, Зангизурский коридор пробить. Потом, когда, значит, ситуация, ну, закончится с Украиной так или иначе, ну, уже Азербайджан может и в западную орбиту спокойненько перейти, уже ничего, так сказать, с ним сделать нельзя будет. Армения уже будет разорвана на части, тем более там будут антироссийские настроения так сильны, что и, значит, наше влияние там окончательно рухнет. И в итоге туда зайдет НАТО через Турцию, и все. И на этом наши позиции в Закавказье будут ликвидированы. А НАТО выйдет к Каспию, отрежет нас от Ирана. Вот, то есть вот эти аргументы, они такие сиюминутные. То есть вот работают на то, что вот сиюминутную выгоду получить, без учета стратегических наших интересов в регионе. Это очень опасный подход. И вот для исторической российской дипломатии никто никогда так не действовал. А действовать так начали, когда Шевернадзе пришел в МИД, и Горбачев был у власти, и при Козыреве так действовали. И только уже потом Кримаков пришел, немного изменили. Потом Кримаков ушел, пришел Иванов, опять начали все сдавать. И в Грузии, и Лавров тоже продолжает, в общем-то, линию на капитулянство. Это видно и по Грузии, и по Украине. Это его излюбленная тактика, значит, жертвовать интересами союзников, и России в том числе. Рад того, чтобы вот так вот делать вид, что все нормально. Мы сильные, мы могучие. Хотя мы постоянно что-то сдаем, постоянно отступаем. Михаил Владимирович, а все-таки вот вы сказали о том, что никакого толка от Армении нет. А все-таки, если вот положа руку на сердце, от Армении какой-то толк есть для России? Нет, но я говорю про аргументы... Нет, нет, я понимаю, что... ...асербайджанской стороны. Понимаю очень хорошо, да. И тех, кто к Армении плохо относится. Ну, наверняка такие есть, особенно в среде проазербайджанского лобби. Вот, а на самом деле толк от Армении есть. Наше присутствие на Южном Кавказе, наше военное присутствие, наша связь с Ираном через Армению, она большую роль играет. Но это только, так сказать, геополитический чисто расклад, а наши духовные связи с армянским народом. Они же огромную историю имеют. Армянский народ обогащал Русь и Россию. Своим вкладом и в культуру, и в науку. А вот что азербайджанцы-то сделали? Вообще такого этноса до 1936 года не было. О чем говорить? О опасные вещи говорите. Ну, а что, это же факт. Раньше там вот по переписям населения вообще официально не было такого этноса азербайджанца. А был кавказский татары. Страна Азербайджан возникла в 1918 году, в период турецкой оккупации. Турки ее создали для того, чтобы потом оттяпать Южный Азербайджан у Ирана. То есть у них геополитический проект был такой. А потом большевики, они поняли преимущество этого плана и решили тоже оставить название Азербайджан, чтобы потом у Ирана оттяпать вот эти северные провинции. Страна возникла, а население было очень разношерстным. И вот эта часть населения называлась, которая сейчас азербайджанца, она называлась кавказский татар. И только в 1936 году было принято решение всех называть азербайджанцами. Так что, ну, какое обогащение нашей культуры? Ну, если вот про Турцию говорить, ну, от Турции что-то мы получили, но я думаю, не больше, чем от Армении. Я думаю, больше мы все-таки от Армении получили культурного, вот, и просветительского какого-то влияния, чем от Турции. Ну, я не знаю, может быть, вы со мной согласитесь, но Армяне, по-моему, очень большой вклад внести вообще в российскую государственность и в культуру, и в политику, и в военное дело, и в дипломатию. Лаврова не в счет. Но, в принципе, я как бы говорю, да, что вообще армяне большой вклад внесли. Вот Турки, по-моему, такого вклада не вносили, а азербайджанцы уж, по-моему, тем более. Я просто удивляюсь, почему сегодня, вот, во внешней политике России, давлеет именно такой проазербайджанский подход к вопросу. Вот это удивительно. Ну, вы знаете, вот, над всем надо работать. Вот мы победили в Великой Отечественной войне, да, во Второй мировой войне. Мы основное государство, которое добилось этой победы. А что сейчас делается на Западе? То есть нас изображают вообще как главного агрессора, докупанта. Вот. А победили, оказывается, американцы. Так по новой версии истории. Понимаете? То есть что произошло? Когда ты не защищаешь свое положение, свои интересы, в том числе в области истории, в области идеологии. Когда ты говоришь, мы не такие, мы не будем уподобляться вот тем наездам, наветам. Мы не будем на все реагировать. Вот зачем на все реагировать? Мы раньше реагировали. Это было неправильно, это был советский подход. А сейчас вот мы не будем реагировать, мы такие добренькие. И в результате мы видим, что вот вся идеология, вся историческая наука, они переформатировались в русофобском духе. Вот с армянами произошло, примерно, то, что точно самое. Я вот говорю, что история армян, она очень синхронно развивается и напоминает друг друга. То есть вот армяне, да, действительно много внесли вклада в развитие русского государства еще со времен крещения Руси. Вот, потом Российской империи и в плане, так сказать, и культуры, и правильного гейти, и военного дела, и государственного строительства. Вот, но после 91-го года как-то вот, даже, я бы сказал, после 94-го как-то расслабились. Считаю, что все и так хорошо, и чего мы будем тут напрягаться. Особенно в Армении вот эти олигархи тоже, как и у нас. И все сосредоточились на набивании карманов, за счет интересов, кстати, населения, за счет того, что армия не развивалась, там тоже всякие схемы, воровство и так далее. Ну, как у нас, одно, один к одному. И мы видим наш провал, вот, специальная военная операция, но ведь тоже не случайно. Значит, плохо готовили армию к войне. Вот, хорошо, еще у нас все-таки сам потенциал огромный по сравнению с Украиной, поэтому мы еще не отступаем. Вот, а, собственно говоря, у Армении-то нет такого потенциала по отношению к Азербайджану. Вот она и проиграла в этой войне 20-го года. Ну, и внутри России тоже армянская диаспора, и, так сказать, армянское посольство, я так думаю, тоже плохо работало. В то время как азербайджанцы вот по каждому поводу отслеживали, где чего против Азербайджана кто-то скажет, и сразу бежали жаловаться в МИД, сразу какие-то интервью, в прессу. Азербайджанская пресса в самом Азербайджане поднимала вой, а в Армении как-то это, в общем, спокойно на это реагировали, не выступали сразу с опровержениями, так сказать, с разъяснениями. Да, никаких мероприятий не устраивали против таких выходок азербайджанской стороны, азербайджанского лобби. Ну, и упустили ситуацию, упустили. Мне казалось всегда, что, ну, последние лет, это к десять, просто из общения с разными людьми и в общественном секторе, и в дипломатии, и, значит, по армянскому посольству, могу вам сказать, говорят, бессмысленно что-либо делать, потому что когда ставка, как они говорят, делается на Азербайджан, что бы ты ни делал, тебе будет во вред, потому что тебе будет закручивать гайки еще сильнее. И ты и так как бы зависим, скажем так, да? А тебе еще больше закрутят гайки. Ну, вот ваш пример, например. Вы ничего плохого, в принципе, не сделали, ничего плохого не сказали в отношении России, российско-азербайджанских отношений, но, тем не менее, видите, вот вас просто уволили. А тут дипломат очень высокого ранга, я просто сейчас не хочу ими говорить, он мне сказал о том, что я не понимаю, почему Россия продает оружие Азербайджану на протяжении многих лет, фактически усиливает нашего врага, и усиливает врага своего союзника. Когда, говорят, эти вопросы ставятся на самом высшем уровне, говорят, вы знаете что, ну, мы делаем это, потому что это бизнес. А если хотите, чтобы мы этого не делали, тогда давайте вы у нас покупаете по мировым ценам, и мы не будем Азербайджану продавать. Мы же вам даем дешевле, мы же вам даем, как нашим союзникам, а им даем, мы на них зарабатываем деньги. То есть изначально ставка была сделана немножко на другую сторону. Для меня удивительно, что она была сделана не в пользу Армении, потому что Армения, во-первых, это союзник, а во-вторых, это, как вы очень мудро сказали, что это народ, у которого есть духовные скрепы вместе с Россией, причем тысячелетние духовные скрепы. Вы знаете, тут вот хочу вам задать такой вопрос. А вот, на ваш взгляд, не было бы логичнее и правильнее сделать все для того, чтобы Армения максимально бы усилилась, для того, чтобы в будущем, если бы была бы война, в том же Арцахе, например, в том же Карабахе и так далее, Армения могла бы одержать окончательно уже навсегда победу, закрепить ее юридическим статусом каким-то, какой-нибудь бумагой, ослабить, так сказать, Азербайджан, или, может быть, вообще его ликвидировать с карты мира, например, и через Армению уже влиять на весь регион. Нелогичнее было бы это делать? Вы знаете, я вот хочу еще прокомментировать то, что вы ранее сказали, что меня взяли и уволили. Понимаете, вот меня взяли и уволили, но я, так сказать, от своей позиции не отказался, и я продолжаю активно ее доносить, так сказать, до российской общественности, до международной общественности. То есть рот мне заткнуть не удалось. Хотя, может быть, они думали, что я испугаюсь и перестану выступать по теме российско-армянских отношений на горно-карабахского конфликта. То есть это не сработало. Вот если бы все так действовали, в том числе и армянское посольство, как вы говорите, не боялось, что их там прижмут. Понимаете, те, кто борются, те побеждают. А те, кто вот смиряются с ситуацией, те проигрывают. И не надо ничего бояться. Надо четко действовать в своих интересах. И тогда будет результат. А если вот так вот тихо и сапо сидеть, мычать и ничего не говорить, то результат, конечно, будет печальный. В отношении поставок оружия я должен сказать, что мне на определенном этапе казалось, что это такой афрант для армянского руководства. Потому что, вы помните, был такой момент, когда Армания пыталась вступить в ассоциацию с Европейским Союзом. Именно тогда начались поставки оружия в Азербайджан. Я вот считаю, что это было ошибочным шагом со стороны армянского руководства. И лично Сержин Сарксиан, а тогда он был в власти. Он, в общем-то, зародил определенные подозрения у российского руководства, что Армения может переметнуться назад. И вот, наверное, не надо было так делать. Это, конечно, вот эти подозрения, на которых очень сильно сыграла азербайджанская сторона. Она это раскручивает. Она эту тему, кстати, до сих пор продолжает раскручивать. Вот вы посмотрите. Везде фигурирует Пашинян как западный агент. Да. Чтобы он не сказал, западный агент во всех СМИ и так далее. А вот что Алиев там, ближайший друг Лондона еще со своих студенческих лет и выполняет фактически их повестку, ну, никто ни слова не говорит. Удивительно. Удивительно, понимаете? Почему? Потому что вот информационное поле вот так вот закрыто проазербайджанским ОПИ. и теми, кто вот в его интересах действует уже. Считаю, что это правильно, что это якобы для российских интересов хорошо. Хотя это неправильно. Потому что агент Лондона Алиев никогда не будет работать в российских интересах. Это совершенно очевидно. А Пашинян, бедный мечец, он не знает, он в сложной ситуации, он не знает, что делать. Он то туда, то сюда, понимаете, что-то пытается... Ну, сложное у него положение, что скажешь. После такого поражения в войне, и когда полстрана на тебя ополчилась, да еще тебя обвиняют, что ты предатель и так далее. Так что вот тут были, конечно, и с армянской стороны ошибки, я должен сказать. Но вот сейчас уже, по-моему, оружие не поставляется в Азербайджан, насколько я понимаю. Или, по крайней мере, эта тема совершенно ушла в какую-то секретную область. Мне о ней ничего не известно. Но после войны вот этой, да, то есть Россия поставляла оружие, и думала, что Азербайджан будет подконтрольной, подконтрольной, так сказать, России. Все равно, несмотря на то, что он забывал, взял и начал войну. То есть я не думаю, что тут война как-то это поощрялась российской стороной. Совершенно России было невыгодно такое развитие событий. И получилось так, что вот Азербайджан фактически вышел из-под контроля. Сейчас, конечно, Азербайджан оружие, если его не поставляют, это хорошо. Вот. А если поставляют, то надо прекращать поставки оружия Азербайджану. Наоборот, надо нарастить поставки оружия Армении, в том числе и в долг. В долг. Если в Армении нет денег, то в долг поставить. Потому что надо восстановить паритет военных сил. Иначе Азербайджан продолжит попытки силовым способом решать вопросы. И, в общем, это в конце концов приведет к конфликту и с российским миротворческим контингентом, и с российской военной базой в Армении. Что нам совершенно сейчас недопустимо вообще. Вот. Поэтому я считаю, что все перекрыть поставки и нарастить поставки в Армении. К сожалению, у нас сейчас такая ситуация, что оружие самим можно. Вот. Но в любом случае, может быть, как-то с Ираном договориться. Там, с Северной Кореей, там, чтобы поставки шли оттуда. Там, в общем, оружие однотипное. Ну, Армения сейчас и с Индией очень активно, насколько знаю, работает. И с Ираном, кстати говоря. По-моему, работают. Ну, хорошо, если так. Хорошо. Это секретная область, понятное дело. Но надо нарастить потенциал военный. И обучить персонал. Я вот даже предлагал, чтобы послали группу офицеров армянских в сторону конфликта. Может быть, просто в качестве советников или там наблюдателей. Я не знаю, как. Чтобы они, может быть, и не участвовали бы напрямую в военных действиях. Ну, посмотрели бы, как надо воевать. И этот опыт бы уже в Армении принесли. Потому что уровень, конечно, столкновений на Российско-Украинском фронте, он на порядок выше, чем было в ходе войны 20-го года. И, в общем, надо посмотреть, научиться, как это все надо делать. Какое-то время назад, мы после войны, мы общались и с Семеном Аркадьевичем Богдасаровым, и еще с несколькими специалистами. Кстати, с военными специалистами. Мне практически все в один голос говорили, что Армения, в принципе, эту войну не должна была проиграть. И что здесь что-то нечистое в этой войне было. Потому что, в принципе, потери сторон, они были совершенно неравны. Ну, по данным иранским, например, и по данным некоторых коллег ваших, в том числе из России, там потери где-то 1 к 5 идут. То есть, если где-то около 4 тысяч потерь с армянской стороны, безвозвратных потерь, имеется в виду, то где-то около 30 тысяч азербайджанцев. То есть, с азербайджанской стороны. Там не только азербайджанцы, как мы знаем, там еще много было привнесенных, так сказать, наемников. То есть, потери у них колоссальные. И, кстати говоря, не только потери численного состава, а в том числе и бронетехники, техники и так далее. То есть, говорили вообще, что уже к ноябрю Азербайджан практически себя исчерпал с точки зрения техники и бронетехники. И что вообще войну странно, что войну закончили в этот момент. Надо было просто, говорят, уходить в горы и оттуда уже вести, продолжать зимнюю кампанию просто с горы. Что странно, что вообще эта война закончена. Вот на ваш взгляд, имеют эти, значит, вот это вот мнение, имеет место быть? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что чувствительность Азербайджана к потерям, она не такая, как у армии. Похожая ситуация на Украине. Там же у них потери 1 к 10 примерно по отношению к нашим военнослужащим. Но они все равно на некоторых участках прут просто, заваливают убитыми, значит, позиции. То есть, ну, Азербайджан воевал примерно так же. То есть, для него 20 тысяч – это не проблема. А вот для Армении 20 тысяч было бы проблем. Вот. На это и был расчет, собственно, все операции. И рассчитывать победить, вот просто нанеся потери. Я говорю и нам в ходе СВО, но не надо вот это вот делать ставку на так называемое перемалывание. Вот Канашенков рассказывает про перемалывание. Ну, перемалывают, перемалывают, перемалывают. Так вот 10 лет будут перемалывать весь украинский мужской, значит, демографический потенциал. Война 10 лет, что ли, должна продолжаться. Поэтому надо, конечно, атаковать, надо окружать, надо как-то грамотно войну вести. Точно так же Армения не могла победить, чисто вот уничтожая людской ресурс Азербайджана. Я вполне допускаю, что там были крупные потери. Но вот потери в бронетехнике – это было, конечно, существенно. Но Азербайджан, я думаю, потому и пошел на компромисс, что он понял, что он дальше не протянет. То есть он понял, что наступление захлебнется, что начнется такая война в горах, тем более зима подходила. Я об этом, кстати, в своей статье в 2020 году писал, что сейчас вот зима, перевалы перекроют. Значит, азербайджанские какие-то войска, отчасти окажутся отрезанными просто от снабжения. И они просто там умрут просто без продуктов, без боеприпасов. Начнется такая война полупартизанская, как это было в 93-м году. Поэтому, да, Азербайджан понял, что если сейчас не договориться, не принять условия Путина, то война может обернуться, как и тогда. Вначале же они побеждали в 92-м году. Что война может повернуться в обратную сторону. И они решили получить то, что они уже заняли. И войну на этом прекратить. А если бы они были уверены, что они дожмутся, то они бы дожали, а не стали бы соглашаться на план. Один азербайджанский диссидент, политолог, который живет в Соединенных Штатах, Бейдула Манафов, я не знаю, слышали о нем или не слышали, он один из бывших соратников Гейдара Алиева, сейчас живет в Америке, сейчас он в оппозиции к Ильхаму Алиеву. Так вот, он говорил о том, что подписанное перемирие, вот соглашение трех лидеров Армении, Азербайджана и России, это не победа Азербайджана, а как он назвал, сейчас могу процитировать буквально, это горькое поражение Ильхама Алиева и всего Азербайджана. Он объяснял это тем, что Россия заняла там очень сильные позиции, уже внутри, как сказать, Азербайджана, уже не в Армении, уже в самом Азербайджане, ну, если принимать, что Нагорный Карабах, это составная часть Азербайджана, так же считают в Азербайджане. Вот, то есть, уже теперь Россия внутри Азербайджана имеет свою фактическую военную базу, военное присутствие, и что Россия сейчас будет тянуть за нитки Ильхама Алиева, так, как она захочет, в общем-то. И что для Алиева ничем хорошим, в итоге это все не закончится, потому что Алиев должен будет со своей стороны сказать спасибо Владимиру Владимировичу за то, что вот именно так все произошло, а не хуже для него, и что ему придется вступать в дальнейшие, так сказать, интеграционные процессы на советском пространстве, то есть Еврозе, СВТ, КБ и так далее. Как вы считаете, он прав? Я думаю, он не прав, потому что, во-первых, в оппозиции ему надо любым способом, так сказать, очернить своего оппонента. Конечно, Алиев добился кое-чего, по крайней мере, вот 7 районов он вернул, хотя он мог их и без войны вернуть, но вот путем войны вернул. И еще он взял Шушу и Гадрут. А то, что российские войска там оказались, конечно, на первый взгляд это может показаться как действительно ослабление Азербайджана, но все зависит от того, как будет дальше международная ситуация складываться. Если наши успехи в СВО на Украине не будут очевидными к моменту, когда подойдет срок 5 лет, на который размещены миротворцы, то Алиев может потребовать их вывода и, ну что ж, воевать с Азербайджаном стоит. Вот просто такой спорный, сложный, понимаете, в чем дело. Так что однозначно сказать, что Алиев проиграл, я пока еще не могу. Если, так сказать, у нас будут очевидные успехи, Азербайджан не решится выдавливать наших миротворцев, и их мандат может быть подлево. Ну, понимаете, это решается не в Азербайджане, это решается на Украине, вот, этот вопрос решается на Украине. Так что Алиев к этому, в общем, имеет довольно такое отдаленное отношение. Тема Азербайджана будет решаться. Как она решится окончательно, никто не знает. Нам бы хотя бы сейчас вот удержать ситуацию от дальнейшей экспансии Азербайджана. Вот какая наиболее актуальная задача. Вот, а что будет в будущем, посмотрим. Очень интересно складываются события, не очень хорошо на самом деле. Я сейчас по поводу Украины сейчас хочу сказать. Я всегда был сторонником сближения России и Армении, да и вообще постсоветских всех наших республик, как бы обратной интеграции, может быть, не в состав единого государства, но, по крайней мере, в некую большую субстанцию союзную, которая, в общем, будет иметь единую валюту и так далее. При этом то, что мы видим сегодня, а мы видим сегодня потерю России и своего влияния на огромных просторах бывшего Советского Союза, это и Прибалтика, которая, на мой взгляд, потеряна на долгие годы, если не навсегда. Это Финляндия, которая была составной частью Российской империи. Это и Польша, которая была составной частью Российской империи. Это и, по-моему, Азербайджан. Это определенная часть Средней Азии. Ну, Туркменистан, например, да, тот же Узбекистан, ну и так далее. Ну, вот, Грузия. И я про Украину вообще молчу. То есть тут вопрос стоит в том, что, на мой взгляд, я могу ошибаться, как бы я не сильно погружен в эту тематику, но все-таки не доработка ли это МИДа? Не проблема ли в том, что неправильные решения были приняты на определенном сроке, что сейчас вот такая ситуация происходит? Почему Россия теряет влияние там, где, в принципе, она не должна была его терять? Ну, понимаете, Россия начала терять внимание с временем Шеварнадзе уже. Это была целенаправленная политика российского, советского тогда еще руководства, потера влияния, вот, распуск Советского Союза, интеграция в Запад. Вот был стратегический курс. Некоторые даже вообще предлагали интегрироваться по частям. То есть там, как говорится, Ингерманландия какая-нибудь там. Да-да-да. Будет интегрироваться. Московия там, да. Ну, вот, Кубань. Вот, некоторых это вполне островало. Я помню такие еще разговоры. Да вот лучше жить в каком-нибудь маленьком Лехтенштейне или Люксембурге, чем вот здесь, в этой Рашке, так сказать. Да, почему-то Лехтенштейн или Люксембург приводилась в качестве примера, а не какая-нибудь там Гвинея Бессау, тоже маленькая. Ну, собственно говоря, это время прошло. Но вот МИД, он по инерции, конечно, продолжает проводить пораженческую линию, я считаю. Ну, эта политика сводится, вот я ее назвал политикой умиротворения агрессора. Что это значит? Это значит постоянные уступки агрессору или делание вида, что ничего, собственно, не происходит, ничего страшного не происходит. Вот конкретный пример с Лачинским коридором. Вместо того, чтобы занять принципиальную позицию, что Азербайджан нарушает соглашение, и в этом ничего странного нет, но он же нарушает, нарушает. Соглашение подписал, подписал, значит, надо выполнять, выполнять. Надо об этом сказать Азербайджану, потребовать выполнение. Вот нет, ничего не делается. Боятся обидеть, понимаете, обидеть боятся. Но если ты всех боишься обидеть, то ты, в конце концов, будешь сам основной обиженный. Почему? Ну, вот такая линия у Лаврова. Она в чем состоит? В том, чтобы идти на постоянные уступки. Говорить много слов в ряде случаев. Вот там, где уже нельзя молчать, там, в отношении Прибалтики, делаются громкие заявления. Но практических мер не принимается. Вот, допустим, было предложение, там, еще даже в Госдуме, там, закрыть ряд посоль. Зачем они нужны в странах Прибалтики? Вот, говорят, визу оформлять. Визу можно на границе оформлять. Вот, кто хочет, электронно оформляет визу через консульское управление МИД. Сейчас это элементарно делается. На границу приезжает, там, смотрит, да, да, все в порядке, приезжает. Так что это, вот, знаете, разговоры для бедных, для одурачивания нашего населения. На самом деле, просто хотят сохранить рабочие места для себя. И не хотят закрывать ненужные посольства. В то время, как, допустим, в других странах было бы желательно увеличить количество персонала. И в тех же странах постсоветского пространства, в Казахстане, например, огромная страна. Там, от Астаны других регионов, там огромное расстояние. Ну, давайте откроем консульские какие-то точки там, или еще чего-то там. Много наших соотечественников живет. Вот. Ну, и про другие страны, может, говоря. Да даже в дальних странах, вот Индия и Китай, огромная страна, там желательно иметь представительство. В различных регионах. Ну, пусть туда едут. Нет, вот хотят на Западе продолжать работать. Инерция. Вот, понимаете, вот эти такие какие-то личностные интересы, они оказываются сильнее, чем национальные интересы в МИД Лаврова. Вот. А потом они светятся, они хотят, вот, допустим, какие-то санкции принять. Мало ли, вот два азербайджанских русофоба проголосовали в пассе за то, чтобы поддержать трибунал против российского руководства и белорусского. Ну, взяли бы против них и ввели санкции хотя бы против этих двух конкретных. Даже этого боятся сделать. А то вот там обидится Азербайджан. То есть мы великая держава, мы, так сказать, должны задавать стандарты. Мы ликвизим перед каким-то Азербайджаном. Ну, если такую линию проводить, то, конечно, все время будешь отступать, все время будешь проигрывать. Вы знаете, тут вот не совсем у меня в голове укладывается вот эта ситуация. С одной стороны, мы с Америкой готовы воевать и дубинкой, значит, ядерной размахивать. С Украиной воюем, 35-миллионный. А вот Азербайджан, где даже там, условно, 9 миллионов, допустим. Ну, а на самом деле там и половины этого населения нет. Почему ты боишься? Я вот не могу понять, в чем проблема? Не, ну, проблема в том, что не хотят на два фронта воевать. Тут понятно. Но, с другой стороны, я же дал очень хороший рецепт, что воевать-то не обязательно. Достаточно поразить энергетическую инфраструктуру Азербайджана. Ну, как все тогда взбеленились. И, как сейчас оказывается, не случайно. Вот сейчас на Западе пошли такие вот размышления британских спецслужб о том, что Россия специально готовит операцию по уничтожению трубопроводов, идущих из Азербайджана, значит, вот в Турцию и дальше, или там в Пути, вот, для того, чтобы отрезать Европу от азербайджанских энергоносителей. Это, видите, вот специальная операция готовится. Значит, вот они вот почитали, чего я там говорил, писал, там. И думают, что это вот на самом деле такая операция. Но это говорит о том, что они действительно боятся такого развития событий. Вот, что это действительно уязвимое место не только для Азербайджана, но и для Запада. Они просчитывают вариант. Вот. А у нас почему-то не просчитывают. Спасибо вам огромное. Спасибо, Михаил Владимирович. Первый раз с вами беседовали, но, надеюсь, не последний. Спасибо вам большое. До свидания. И вам, дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Оставайтесь с нами. Спасибо. 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 Спасибо.